Вот вам несколько реальных удачных идей для знакомства с девушкой, одобренных самими девушками, а не какими-то там экспертами какого-то университета или психологами, без толку сдирающими миллионы денег. Достаточно было просто спросить это у женщин, какие способы знакомства нравятся им больше всего. И вот что я узнал. Сделай для нее исключение. Ну или сделай вид, что сделай исключение. Девушкам нравится чувствовать себя особенными. Да вот настолько она непозволительно хороша и притягательна, что ты готов нарушить какой-нибудь и сотни своих сакральных мужских табу или правил. И с этой точки зрения, любой даже самый банальный флирт на улице будет выглядеть в глазах женщины на порядок менее банальным, если ты начнешь знакомство с фразой «сам не знаешь, что на меня нашло». Обычно я не знакомлюсь с девушками, вот так. Главное при этом сделать честные глаза и немного растерянный вид. Для усиления эффекта можно еще немного пробежаться за девушкой. Мол, сидел ты такой на лавочке, шел или стрелял из рогатки по плейсменам. Ничем о подобном не думал, а потом увидел ее и в буквальном смысле не устоял, поддался импульсу. Наплевал на то, что можешь выглядеть со стороны неуклюжим, запыхавшимся кретином. На все наплевал, лишь бы не упустить шанс познакомиться. Сказать, что женщинам такой рестит, считай промолчать. Опольщенные и растроганные девушки, за редким исключением, не способны произнести «Нет, не интересует, отойдите от меня немедленно, или я прысну вам лицо из перцового баллончика». Предлагай свою помощь. Феминизм в его извращенной форме, когда за непридержанную дверь тебя могут обозвать толстым женоненавистником, а за поданной даме пальто затаскают по судам, не более чем киношный штамп. В обычной жизни реальные женщины совершенно адекватны и, как правило, с искренней симпатией относятся к мужчинам, способным понять, что им требуется помощь. К парням, которые видят, что у девушки, допустим, не ловят телефон, и она носится в поисках сигнала, как сумасшедшая белка, подходят и предлагают воспользоваться их аппаратом. Или в пробке семафорит даме за рулем, у которой спустило колесо, а потом вызывают и сопроводить несчастную до ближайшего шиномонтажа. Или предлагают скидочную карту на кассе, если незнакомка забыла свою. Или готова поменяться столиками в кафе, если девушка ежится и мерзнет, сидя на сквозняке у двери. Конечно, это энергозатратно, но подобные знакомства сулят тебе нечто большее, чем очередной матч. Обратись к ней за помощью или советом. Например, стоишь ты в очереди в кофейне за девушкой, с которой ты был бы не против познакомиться, и обращаешься к ней с вопросом. Извините, я вообще кофе не пью, а сегодня что-то захотелось. Я не разбираюсь в сортах и названиях, чтобы такого взять, чтобы вкусно и бодрило. При этом обращаешься и говоришь скорее в пространство, чем непосредственно к незнакомке. Обернулась? Прекрасно! Если ты пройдешь хотя бы пристрелочный фест-контроль, разговор как пить дать завяжется. Ну а затем ничто тебе не мешает. Например, закинуть удочку про то, что ты хоть и не разбираешься в кофе, зато знаешь место, где делают правильно желтый китайский чай, и с радостью устроишь ей экскурсию. Воспользуйся тем, что она, как и ты, скучает в пробке. Главное правило любого успешного знакомства, если подкатывать девушке, то только на той локации и в той ситуации, когда ты чувствуешь себя в своей тарелке. Ну или в своей посудине, если говорить о знакомствах в пробках. Что, к слову, вполне себе рабочая идея. Как правило, восседая за рулем автомобиля, мы, мужчины, ощущаем себя спокойно и уверенно. А это самый правильный фон для завязывания знакомств. Нет ничего сложного, чтобы опустить окошко, улыбнуться и протянуть незнакомке, да хоть пачку чипсов, мол, угощайся. Ну или дождаться красного светофора, выскочить из машины и просунуть ей в окошко свою визитку, журнал или шоколадку с нацарапанным на оберке номером телефона. Это мило и забавно, и наверняка заставит девушку улыбнуться. И если она примет вызов и отстучит тебе смс-ку, не тушуйся и следующим ходом предлагай припарковаться и пересидеть в пробку в ближайшем кафе. Не бери, а давай. Кстати, по поводу телефонов. Просить дать номерок считалось немодным даже в те времена, а по меркам современных девушек это пошлый архаизм, с которым может конкурировать разве что «А вашей маме зять не нужен?». Гораздо очаровательнее, когда парень оставляет свой номер и говорит нечто вроде «Захочешь меня порадовать или в принципе пообщаться? Пришли мне запятую, а дальше я уж сам вступлю в свои доминантные обязанности». Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом всё. Жми на палец вверх и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok